всем привет друзья с вами вула и на ваших экранах парагон the overprime как же много времени прошло с тех пор как на этом канале были последние видео обзоры и гайды по парагону ну еще старому тому где шестнадцатого года примерно 2017 уже столько казалось бы поделок всяких выпускали и предыцессор и кор и фаут но однако до релиза в принципе нормального релиза не дожило пока ничто кроме именно парагон the overprime и сегодня я расскажу для тех кто впервые сталкивается с этой игрой и напомню для тех кто уже играл что же себе представляет парагон и как вы могли понять из названия видео до парагон это моба мультиплеер онлайн battle арена соответственно мы имеем игру наподобие доты и лол но единственное что их так сказать сближает с дотой его это только то что по сути это жанр могу потому что играется эта игра совершенно по-другому по одной простой причине вид у нас не изометрический а от третьего лица и уже в этом плане игра представляет гораздо больше возможностей чем типичная дота или лол но сравнивать я с ними не буду потому что это ну совершенно другие игры разница лишь только в том что в парагон играть немножко посложнее потому что кроме того что юзать скиллы вам нужно еще ходить вам нужно еще стрелять потому что здесь просто не получится нажать пока я мы и наваливайся руки здесь вам придется еще попадать по противникам а попасть у новичков не всегда получается потому что кроме того что вам нужно будет попасть вам нужно будет еще двигаться самому, вам нужно следить за траекторией движения противника, вам нужно следить за дистанцией стрельбы, плюс вам нужно постоянно подстраиваться под вашу скорострельность и также дополнительно просчитывать позиционку во время замеса, понимать где находятся союзники, где противники и всегда ожидать прихода в спину, потому что вы не можете увидеть, что к вам кто-то зашел в спину, пока вы туда не посмотрите. Теперь давайте разберем, что из себя представляет игровая карта. Как и в типичной бобе, у нас карта разделена на три линии и лес. Если вы играли в другие мобы, то приблизительно понимаете, что в лесу вы стоите, соответственно, на джанглер, в харде обычно стоят один на один, в миду, соответственно, тоже один на один, обычно кастеры, а на изи-лайне обычно сражаются пару на пару керри с саппортом. Основная суть игры заключается в том, чтобы уничтожить вражеское ядро, ну а, соответственно, для того, чтобы до него добраться, вам нужно будет пройти через одну башню и ингибитор. Вы можете, конечно, забить хер, допустим, на все другие лайны и снести все по одному, но по большей части игры заканчиваются именно, когда у противника снесено абсолютно все. На самом деле, система с одной башней очень удобна, потому что она очень ускоряет геймплей, и игры у вас особо надолго не затягиваются, хотя все равно у нас бывали игры уже по 45 минут приблизительно, но там были просто люто долгие сражения с постоянными отпушами, камбэками и туда-сюда-обратно. Это уже все ситуативно, но в целом геймплей гораздо быстрее, чем в типичной мобе, потому что вы по большей части постоянно сражаетесь. Также на карте есть еще дополнительные особенности, которые делают геймплей еще более динамичным и интересным. Во-первых, это теневые пруты, теневые кусты. Это вещи, которые позволяют вам становиться невидимым в них, пока, соответственно, противник не зайдет в эти кусты, ну или не поставит туда вард. Также на карте имеется две пары телепортов с изи-лайна на хард и с раптора на прайм. Проходить, разумеется, можно как в одну сторону, так и в другую, но пройти через них может только один человек, ибо дальше портал на минуту уходит в хеде. Даже для парагона это новая механика, и в целом она очень интересна, потому что она, соответственно, как я и сказал, ускоряет геймплей, потому что к вам может, допустим, перебираться хардлайнер на изи-лайн, или, допустим, ваш саппорт может наоборот прийти на хардлайн и помочь своему хардлайнеру. Либо наоборот, вы можете просто сбежать через этот портал, и, соответственно, противники не последуют за вами. Также еще на карте дополнительно раскиданы всякие усиления, но о них уже желательно отдельно рассказывать в гайдах на определенные роли. Ну вот о том, у кого вы будете брать на эти роли, мы поговорим прямо сейчас. И тут, на самом деле, по сравнению, ну, с какими-нибудь играми типа Дот и Лол, все гораздо печальнее, ибо героев у нас не так много. На данный момент у нас имеется всего лишь 27 героев. Причем они все для вас будут заблокированы, то есть у вас их не будет. Ну, разумеется, вам еженедельно будут давать какой-то определенный пул героев, это вот такими значками помечено, и, соответственно, вы сможете покупать героев либо за донат-валюту, либо за внутриигровую валюту. Но покачаться вам, поверьте, придется много, потому что каждый герой стоит 2000 игровой валюты, а, соответственно, это приблизительно, наверное, 4 дня игры, потому что в игре есть такие вещи, как ежедневные задания, еженедельные. Ежедневных заданий у вас всего 3 штуки, так что в целом, ну, в среднем, так сказать, если вы будете играть, то вы будете зарабатывать 300. Так что в среднем, если вы будете играть каждый день, вы будете зарабатывать примерно 300 за ежедневные задания, плюс, если вы отыграете, допустим, 4 победы, вам еще за каждую победу дают дополнительно 50 монеток, за прогреждаю 20, но в среднем каждый день вы будете зарабатывать приблизительно по 500, ну и дополнительно 500 за еженедельные задания, но они, так сказать, раз в неделю, поэтому я их особо не учитываю. В среднем вы будете зарабатывать по 500 монет в день, соответственно, 4 дня у вас будет уходить на то, чтобы купить одного только персонажа. Геймплей на всех персонажах уникальный, допустим, есть и герои, которые мне очень нравятся, например, Сиварок, это весьма такой, во-первых, брутальный выглядящий персонаж, такой какой-то непонятный дух, но при этом его геймплей просто завораживает. Есть и невидимые убийцы, также лютые прокастеры в одно лицо, любители прыгать на лицо, ну и много других персонажей, которые вам будет интересно потестить, если вы еще не играли в эту игру. И в общем и целом, можно как бы двояко отнестись к этой системе персонажей, что у вас вот их нету по факту и вам надо их покупать, потому что система такая, как в Лиге Легенд, но здесь персонажи, мне кажется, получать немножко все-таки сложнее. И сложность это выливается в то, что для того, чтобы играть в соревновательные игры, вам нужно иметь 12 персонажей как минимум. Соответственно, прежде чем начать поднимать заветный рейтинг, вам нужно обзавестись 10 уровнем и, соответственно, 12 героями, которые вы будете зарабатывать очень долго, если, разумеется, не задонасите. Но, как бы, извините, приходится платить за бесплатную модель распространения. Ну вот, а уже развивать своего героя в игре вам помогут система предметов. Система предметов очень похожа на то, что имеется в Лиге Легенд. Не именно в Доте, а именно в Лиге Легенд. Потому что здесь предметы влияют на ваши способности напрямую. То есть ваши способности завязаны на ваших физических характеристиках, либо магических характеристиках, на здоровье и так далее и тому подобном. Соответственно, покупая какой-то предмет, допустим, на физическую силу, вы будете увеличивать физический урон способности, если вы, к примеру, какой-нибудь милишник-физик. Либо собирая какой-нибудь предмет на магический урон, вы, разумеется, будете увеличивать магический прокаст вашего героя. И эта простая система, она, разумеется, отличается от того, что было в Монолитии, в старом парагоне 2017-2018 года. Кто-то скажет, что та система, которая сейчас, она гораздо лучше, она гораздо понятнее и удобнее. Но я лично считаю, что та система, которая была раньше с колодами, она в своей роде уникальна была. Хотя там разработчики очень сильно все запустили, все свелось к однотипности, но и тут я бы не сказал, что все блещет какой-то разновидностью. В основном у вас танки будут собираться в ХП, керри у вас будут собираться в криты, маги в магдэмэдж и магическое пробивание. Ну вот, а у саппортов, возможно, будет действительно побольше разнообразия. Тут вы сможете использовать как всякие саппортящие способности, так и развиваться в ХП. Ну, если захотите, можете делать мурку в криты. Ну, а теперь быстренько пробежимся по небольшим минусам, которые я для себя обнаружил пока что. Опять же, некоторые субъективные, некоторые вот действительно уже глобальные. Про колоды, которые были раньше, систему предметов, которые сейчас я уже сказал, сейчас поговорим о чем-то более серьезном, а именно о графике. Графика и оптимизация очень сильно изменились, потому что время прошло, соответственно, у нас вышли новые поколения видеокарт. И как бы это странно ни казалось, но графика стала хуже по сравнению с тем парагоном, который был раньше. Да, в общем, конечно, игра выглядит приятно, персонажи красивые, карта тоже выполнена прекрасно, но мыльцо вот такое вот немножко присутствует. Я пытался покрутить практически все ползунки, но все равно вот осталось вот такое вот непонятное маленькое мыло, которое оно, ну, никуда оно не девается и все, хоть ты тресни. Плюс на старых картах лес был гораздо более живым, более приятным. Сейчас же, по большей части, это просто такой вот пустырь. А что касается оптимизации, то тут еще хуже, даже несмотря на то, что игра как бы претерпела даунгрейд по графике, запустить ее уже на видеокартах, скорее всего, до тысячного поколения, будет весьма сложно. Но даже сейчас на 2060 у меня бывают проскакивают микрофрезы, но и в целом, я думаю, что при такой графике игра должна работать куда стабильнее. Следующий же минус касается уже именно нового Парагона, не сравнения со старым, а именно то, что они поменяли систему Прайма в зависимости от той, которая была на тесте. И я весьма удивлен, потому что там действительно была интересная система, ибо там, убивая Прайма, вы получали сферу, которую должны были отнести на вражескую сторону, то есть там у противников был небольшой портал, в который вы должны были отнести эту сферу. Соответственно, как только вы берете эту сферу, все противники пытаются прекратить вам путь, соответственно, если они отбирают у вас эту сферу, уже они могут отнести эту сферу на вашу сторону. И это был дополнительный, так сказать, способ взаимодействия с противниками, это был дополнительный геймплей, это была действительно интересная фишка. На данный момент имеем же такую ситуацию, что на 13-й минуте у вас появляется сначала маленький защитник Прайма, если его убив, вы получите дополнительную сферу, которую на кнопку H вы сможете бросить, и он как танк побежит в ближайшей башне или ингибитору. А уже на 20-й минуте появляется полноценный Страж Прайма, за убийство которого, в принципе, получат урон все строения противника, и вы получите небольшой баф. Так что, на мой взгляд, система переноса сферы, как в играх с Team Conquest, давала дополнительный повод для стычек не только на самом Прайме, но и на самом месте переноса сферы. Ну и еще немного я хотел зацепить именно самих героев. Нет, не именно тех, которые появились сейчас, но вот именно хотелось бы увидеть тех персонажей, которые были изначально в Парагоне, потому что там на самом деле было больше персонажей, что-то около 38, насколько я помню. И по какой-то причине новые разработчики не всех персонажей перевели в новый Парагон, однако они уже сделали одного нового, а именно Зину. Но, если честно, хотелось бы увидеть и других персонажей, потому что нас избавили, так сказать, от весьма интересных персонажей, таких как Грейстон, Игги, Моригеш, Хруст, Дрогас и прочих. Возможно, они есть в планах на выпуск, и разработчики просто оставили, так сказать, себе небольшой запас на то, чтобы было возможно сделать еще новых персонажей. Но пока что я сужу, скажем так, с той колокольни, с которой вижу. Ну и на этом все. Я думаю, в целом у меня остались более положительные впечатления о всем проекте, ибо время хоть и прошло уже достаточно много, но неприлично много, поэтому ностальгия еще не сильно застилает глаза, и можно трезво более-менее обсуждать эту игру. Поэтому немножко подвообщу все. В целом это все тот же самый парагон, с практически теми шансовыми героями, но гораздо быстрым геймплеем, новыми механиками, новыми системами предметов, не самой лучшей оптимизацией и графикой, но при этом самый главный плюс, который существует, это то, что он есть. Ибо после закрытия предыдущего парагона, меня ни одна моба больше не затянула, потому что в изометрическую проекцию я возвращаться не хочу. И на этом все, друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok